Конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы» в нашем муниципалитете стал уже доброй традицией. В преддверии новогодних праздников у учащихся школ и центров детского творчества есть прекрасная возможность проявить фантазию и сделать своими руками ёлочную игрушку. Он зародился у нас в прошлом веке и зародился очень необычно. Это были 90-е годы, когда в районе нечем было ёлку наряжать. И Моисей Исаакович Шамаилов обратился к нам, сделайте пусть ваши дети, ваши учащиеся сделают игрушки на ёлку. Ну и здесь с моей стороны как бы встречное предложение, а давайте сделаем конкурс. А в этом году он прошёл уже в 26-й раз. Правда, из-за пандемии организаторам пришлось провести его дистанционно. Участникам необходимо было прислать фотографии своих работ на сайт «Импульса». Фотографии не всегда были качественные, но родители молодцы или там дети постарались, сделали много фотографий одной поделки. И мы, конечно, могли это оценить. Жюри работать было трудно. В конкурсе приняли участие 558 юных жителей Ленинского городского округа в возрасте от 6 до 17 лет. В этом году было 6 номинаций. Ёлочная игрушка, символ года, предмет новогоднего интерьера, папа, мама, я, творческая семья и коллективное творчество обучающихся. Это дети не более двух человек. Варвара Миколюк вместе со своей мамой для конкурса сделали игрушку «Символ года». Образа такого не было. Начали потихонечку смотреть, что больше подходит, какой цвет подходит. В основном цвет предлагала Варвара. Говорит, давай сделаем красный. Так потихонечку сделали челку, мы сделали как нашего старшего сына. Да, нет. Мы решили такого сделать современного, озорного. Ребята для своих изделий использовали различные техники и материалы. Сделала эскизы, потом раскрашивала стекла контурами и витражом. Главной сложностью для членов жюри было оценить всю красоту детского произведения по фотографии. Оценка конкурсных работ проходила в онлайн формате, но это не помешало увидеть даже с экранов компьютера, с фотографии, сколько вложено в эти работы души и сердца детских. Как убедились члены жюри, присваивая награду участникам, наряжать елку – это целое искусство. Победителями конкурса праздничный наряд для лесной королевы признаны 126 человек, а 18 из них удостоены гран-при. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.